Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы сделать определенный мозговой штурм и срезать той работы, которая сегодня происходит на правом берегу и к чему нам с вами стремиться. Депутаты Тимиртаусского городского маслехата и член общественного совета встретились с жителями правого берега. В ходе диалога с населением были подняты различные проблемные вопросы, подвели и итоги уже проделанной работы. По второму маршруту сегодня я вас поздравляю, мы все-таки смогли это отстоять. Я думаю, что кому в поликлинику, особенно, больше радуются также жители Труэля, отдаленного, где у нас кладбище находится. Там они постоянно на такси были и теперь этот автобус до первой школы, до третьей школы также будет возить. Много вопросов жители адресовали депутатам по центральному водоснабжению, канализации и газификации. Сегодня по всем инженерным сетям ведутся работы. Об этапах реализации проектов рассказали ответственные лица. Мы всегда говорили, что в 2024 году будет газификация завершена. Проект двухгодичный. Сразу начали с двух пусковых комплексов. Второй пусковой комплекс – это старый город. Второй пусковой комплекс – правый берег. На сегодняшний день по правому берегу работы завершены на 80%. Остаются сложные участки. Это Чапаев, Нагорная и еще участки. Там получается скористая местность. Сейчас мы пересогласовываем проект, потому что она подземная. Хотим сделать надземную. Потому что сейчас там скористая местность. Если мы сейчас зайдем туда гидромолотом, есть вероятность, что потом трещики будут в домах. Жители также затронули проблему электроснабжения. По их словам, линии электропередач изношены. Бывают частые отключения. Это подтверждает и руководство отдела ЖКХ. Ремонт электросетей планируется провести в этом году. Предусматриваем две линии. То есть она будет по одной ветке уходить. Получается, они будут от ЦРБ. ЦРБ само. То есть где старый город. Вот волна за волной. Там есть ЦРБ наш. Центральная. Там будет, получается, мы будем этот ЦРБ реконструировать. То есть дополнительные мощности. В завершении встречи депутаты отметили, что все затронутые темы, требующие изучения, будут дополнительно рассмотрены и взяты на контроль. Организаторы поблагодарили жителей за диалог, который поможет в дальнейшем совместно решать проблемы. Каждый квартал мы стараемся проводить такие большие встречи. Когда в теплое время суток мы проводим, естественно, такие встречи на улице. А сегодня встреча прошла у нас в стенах школы номер 7. Как всегда она прошла с обсуждением, с бурным мозговым штурмом. Ради этого мы сюда и пришли, чтобы подвести итоги, какая работа была проделана за этот период. И какие планы у нас на ближайшее время реализовать проекты, которые сегодня жизненно необходимы. Депутаты Маслихата также отметили, что в случае возникновения у населения вопросов и проблем всегда готовы к личному приему граждан. Я думал, что от этих встреч большая польза, потому что, когда собирается общее собрание жителей, они озвучат свои общие проблемы, которые непосредственно являются главной проблемой и которую надо сейчас решать. Также жители могут лично обратиться к нам, депутатам, со своим запросом, который мы постараемся решить. В завершении собрания самым активным жителям правого берега вручили благодарственные письма за неравнодушие к будущему города. На самом деле, это, наверное, такой полноценный первый МСУ города Тимиртау. Я с уверенностью могу сказать, у нас находится на правом берегу. Мы все объединились и стремимся к своим общей цели. Это небольшой вам знак внимания и вам рахмет. Кристина Кириченко, Роман Аблхасымов, Андрей Майорко. Новости Тимиртау.